Касымжомар Токаев высказался о причинах и последствиях трагических событий января, а еще рассказал о том, какие политические и социальные реформы ждут нашу страну. Меньше часа назад на государственных телеканалах вышло большое интервью президента. Токаев заявил, что на Алматы напали боевики, прилетевшие под видом гастарбайтеров. Они руководили атаками на административные здания. Следствие показало, что бандиты, которые участвовали в атаках, находились под воздействием наркотиков. Кроме того, интересный факт. Одна из бандитских группировок, довольно многочисленная, проживала в пятизвездном отеле в Алматы. Кто оплачивал им это все? И расположила свой командный штаб на первом этаже гостиницы «Казахстан». Сейчас ведется следствие, допрашиваются люди. Вскрываются такие факты, которые раньше трудно было себе представить. Затронул Касымжамар Токаев и политические вопросы. Заявил, что его миссия как главы государства состоит в том, чтобы достичь положительных результатов в трансформации всего общества. Кроме того, глава государства пообещал не переделывать конституцию и не занимать президентский пост дольше двух сроков. Интересы государства, интересы безопасности наших граждан для меня превыше всего. Служить неким магнитом для того, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю с точки зрения их позиций, которые были бы продиктованы интересами нашего государства. Но моя миссия как президента, я так считаю, состоит в том, чтобы все же достичь положительных результатов в трансформации всего общества и всей политической системы и в конечном счете естественной экономики. Я не знаю, как долго я буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с конституцией не более двух сроков. То есть никакого переделывания законов и тем более конституции не будет.